земля а вот это вот фотография я ее она когда-то вы извините третий ли все трасс показаны не зря вот я обнаружила самый мой брат юрий железов я началась великие раздрай с этими с выпускницами тимирязевки которая называет себя специалистами а меня каким-то так вот напоминаю почему я все время поражаюсь где их генетика как там было я еще потом покажу вам отдельно где-то было написано а железов генетику изучал а подразумевается что автоматом то есть пляшем от обратного значит они изучали не может быть железов не изучал я исакова не изучала я наталья медведя не изучала мы ничего не знаем нет человек говорит пишет у меня 7 лет груши не плодоносит она и говорит отрезать вот эту ветку отрежьте вот эту метку отрягься вот это ведь фатерси вот эта потом еще говорила по моему еще про верхние потому что через консор сантиметров все reads činna подпадают а потом еще до 50 до 50 возможно что она похватила семечки вот эти решили и вот представим это изуродованное дерево и вот а я генетикам себя не отношу я даже у меня лысин концу есть прозвище но это неправильно прозвище у меня абсолютно свой путь для меня происхождение ребята почему нельзя резать это россия нет почему нельзя резать потому что божественное происхождение подразумевает что да и истинное ее генетическое устройство как конструкция или как-то схема и и скелет генетически заложен миллиарные миллионнолетним этим существованием на планете земля но перед этим у нее были бы за у нее была еще своя божественная программа из лучшего сада эдема которым там адам схема ходили наши предки и ели эти самые яблоки и груши вкуснейшие вот это меня отгораживает от все это хоть пожалуйста крутите виска а попробуйте скажите что не так ведь сейчас и мы еще вернемся генетики но вначале это по порядку и так вот это вот ольга исаакова идиотизм отрезать ветку чтобы улучшить дерево идиотизм понимаете а коллега такая получится что она просто жить не будет как в этом вас убедить я пытался вас остановить в ответ проклятие значит не убедил так ладно а давайте порассуждаем так когда появился учение это действительно учение это новое слово дарвина черза дарвина одним из таким пунктов таким его можно было назвать кто-то подлым кто-то умным кто-то таким знаете вы таким зубодробильным а вот уважаемый сэр чарльз берем кошку и отрубаем ей хвост а у нее родились потом дети хозор быть короче а нет опять такой же а мы у его кошек которые родились отрезаем это обрубаем хвост до нуля потом даем возможность размножиться без хвоста третье поколение 30 поколение трехтысячное поколение а у вас это самое сэр чарльз кошки хвосты хотя бы коротятся или нет почему я ерунчу почему издеваюсь над вами а не надо было оскорблять моего сына это моего брата и меня в том числе а почему еще сердечек и так сколько вам нужно дать поколений сколько миллионов лет чтобы раз за разом ваши ученики отрезали эти ветки и вдруг они однажды исчезнут и это груша без уже на высоте 50 сантиметров вы приказали оставлять ветки на вывод только там а эти навсегда испаряться сколько миллионов лет вам понадобится генетики высоте это его и в эту генетику вы стали этими самыми вот тот пример со шальза отрубать его кота вы что с ума сошли когда учили колечо дерево как можно вылучать вот таким путем вы дали такой повод над вами поиздеваться потому что вы не генетики я не генетик потому что я потом специально придется ли фильм создать ой какой это я материал подготовил вот этот компромисс между генетикой так и так называемая сикой есть компромисс есть вот мы знаем что такое генотип а что такое фенотип это генотип сквозь зубы признает вот то самое то самое висенковская мичуринское учение сквозь зубы вот то что на фенотип и как это постепенно я потом но я боюсь про это я вы заметили уже несколько раз я пытался только подойдут в нет подключать черту компьютеры но вот это по крайней мере польза от меня есть если я говорю миллион сто тысяч подписчиков и чек говорит вы не ты не генетик а той даме говорит отрежь вот это вот это вот это вот это и похоже еще потом поправился еще вот эти ветки это что генетика ну а теперь смотрите чему учит ваш альма маты дать посмотрим и так ректор российского государства газа расчета вот интересно он в доле нет раз согласился продавать продать до тот раз они просто вывели людей на улице с плакатами руки прочь от теми резинкой академии вот и правительство москвы или как там она сдалась все-таки резонанс был сильным и просто хотели закрыть а теперь другой путь усвоить для меня уважаемый владимир трухачёв для меня учеба студента заключается в следующем кто-то когда-то не вы это понятно я уверен вы даже вон там голову не придет потому что у вас вот это вот для вас это святое зеркально лаборатории с зарубежными этими количество высоко цитирую публикацию за это надо хотите и в этих самых это я сама лучше расскажет попробуйте туда попасть с цитатами цитируем их публикации зарубежные если у вас это сам родственники миллионеры миллиардеры они за вас заплатят публикации будут и будет еще одна из цитации выставлены из пальцев создание новых лабораторий а толку от них ни одного пусть они же потом выпустят вот этих вот генетиков которым надо хвосты отрубать у кошек и ветки этих самых смотрим дальше еще скажу камэ и предложение а вот это вот я не выдержал сфотографировал с экрана тот самый фильм да вот хвойники выращивают а что у нас в лесу их нету а что к тем миллиардам еще надо несколько сотен этих занять важнейшая площадь а когда вы абрикосы научитесь выращивать показатели я уже говорю почему нет я не думаю что от моего выступления еще раньше закроет нет количество человек 12900 планы на 30-й год 20000 а потом опять ни один не умеет вращивать ничего вообще ничего и опять новых лабораторий столько зеркальных лабораторий столько владимир хотите я вас научу еще бы к это вряд ли у вас такой раз вы сдались чтобы прокормить оставшихся вот это вы участили землю продать на этой земле каждый студент должен был получить так 25 гектаров разбить по пять соток каждый студент даже с начальное образовывать с первого курса получает свои пять соток ему не дается ничего кроме лопаты грабли тяпки секатора но ему не дается ни одна семечка не одна костика надо приедет саянногорс надо приедет в абакан вот чтобы спасать то что осталось после байкалова после боднера вот что осталось на урал латинкова на колени как угодно пять лет прошло вырастил сад предъявил комиссии есть плоды яблони груши абрикосы которые вы позоритесь что притворять что они вас есть совершенно без помощи организация на данный момент я почему так смело говорю я знаю нету там туда ходу и мне не сергея железа не другим молодым ребятам с нашей этой бригады или как назвать особенности раздела не абрикоса внимание открыть вот это мне прислал на лену риса это учеба не на понравится то что сейчас буду вам говорить или не понравится это учеба вы знаете как из ничего делать как как из пальца высаживаться показать вот сейчас или нас она которая прислала мне эту статью вот и так внимание фактический детектив штамбообразователи саженцы высоко зимостойких сортов на воспрививки на высоте метр полтора заметьте кстати страшная ошибка высокоценный сорт целью повышения зимостой это теория а практике в третьем квартале 80 это поверьте я не хочу мы я с вами буду вас призывать чтобы вы абрикосы частично привали на сливы и получали вот эти чудеса пусть как химеры на можно вот но можно и меры врачи а мы потом из них сделаем уже устойчивые сорта но посмотрите как это преподнесено вот а ведь это не по шутке это антимиряжка поэтому я вообще это ответ для вас готовил вот так сказать потому что все-таки лучше ученица весной с восемьдесят третьем года третьем квартале были высоты в качестве будущих штамбообразователей саженцы внимание подвоими были сеянцы сливы скоропелка краса поняли высокодемостойка сорта сливы тульская черная и так по двое сливы а теперь смотрите как из паре из пальцев высасывает гигантские урожаи всего было поздно 40 саженцев весной улучшенной капулировкой привет трюмфевер я прямо это издеваюсь для методической чистоты привели через дерево контрольные деревья контрольные тоже высота метр метр двадцать опытные деревья на штамбе образовать всего было привито по 20 контрольных и опытных деревьев за 85-е 2000 год контрольных деревьев погибло 11 больше половины а опытных всего пять каждой четвертой аж два два десятых раза меньше среди погибших деревьев примерно половина отмечено вымерзание коры пропускаю дальше все таки два меньше чем контрольных видите состояние дерево оценивали в баллах внимание 0 дерево вымерзло один плохое 2 плохое 3 удовлетворительные 4 хорошие 5 отличное осенью 2000 года состояние контрольных деревьев оценили в 1 и 6 баллов опытный 3 балла аж два раза больше мне всегда нравится как натяжки делать паси два раза больше давайте посмотрим что такое 3 пола внимание удовлетворительные суммарный урожай так держите за стулья 320 гектаре а в опыте 937 а как они получили 93 тонны с гектара подчеркиваю я перевожу на тонну превысить центнеры что-то невесомые девяносто три тонны с гектара имея 40 деревьев из которых погибло половина вот как это получилось а так потому что берем урожай на нескольких деревьев умножаем на гектары вот так у них всегда и получались 937 а вот это опыт ну а дальше посадка на клумбы приветствую схема строения клумбы приветствую дальше вот этот схема это идиотизм понимаете я сам придумал слово идиотство мы все знаем я придумал научный идиотизм это когда вот так вот или что дерево это на всю страну это представляете это научный вот только глядя на редакцию можно понять но вот этот смех не идиотский мой мой запасе идиотский смех потому что идет он станешь глядя что же это за это зачем вы дерево то вот это делаете то а ну что 2 92 2 тонны а как вы умудрились полтора десятка деревьев или два десяткой получились это еще раз ребята возвращаясь теперь учеба из учеба то что они устроили вот этот вот опыт так это на самом деле извращение полноценное уже тогда когда у них не все погибли среди выживших были разные лучших надо было тут же переносить переносить до переносить на следующие следующем поколении надо теперь было приучать 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 а а всем кого делки стоит или нет давайте подумаем так людмила 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 так сейчас . а меня туда заехал мне теперь надо сюда выброса и теперь надо отсюда выброса внимание забрался так тут надо мы сначала сюда войдем вот таким вот образом вот они особенности его сделания процитировал то что я считаю вот этими занимался темирязевская академия вот этим вот так а я утверждаю что студенты с первого курса могут им придется поневоле не повторять эти глупых ошибок вот то что довели до плодоношения прививки абрикоса на сливе жалкие остатки я сейчас уверен что этого сада не существует долго на сливах жить абрикосы не будут я тоже параллельно с ними в это время этим же самыми занимался и знаю какой будет результат потом ниже познакомлю со своими со своими успехами но людмила из калининграда вы же бай привели на сливы что получили 130 130 этих самых грамм и вы меня засунули куда-то за пояс себе да вот теперь его я вот с вашего кармана то выглядываю у него так и железо я твоя ученица меня ты тебе могут это вы там сказать я тебе за наставать теория вот я так горжусь это людмилы вот так бывает а что сделал что сделал шаломай который привил на войлочку заметьте речь идет о разновидовых прививках на волочковой персий касанский а вы знаете большинство урожая у нас чернобаев на пару вот такие самые крупные были бывало 50 грамм это речи рекорд а так 30-40 если большой урожай 20 грамм бы а у него 200 то есть разновидовые прививки дают возможность помнить то самое божественное прошло это как бы дается шанс намек есть куда стремиться есть но вот уважаемый владимир турхачев это путь он настолько прост пять лет и можно увеличить плоды вот какие бы ни были крупные как там шалома или этот самый или людмила увеличил еще сколько народу вот такая папка там уникальные сорта не уже везде по всей стране расползается ну догоняйте нас то ну нельзя же выучить девать 12 тысяч 913 человек и не ни одного сада не вырос извините за мой как бы сказать эмоциональные эти